Судя по обложке, это порнуха, чистая, нет? Да, это порнфуд, потому что думаю, что у нас с вами есть общего. Ничего, что я вами командую, я просто люблю немножко доминировать, не вспомнимать, о чем я. Можно будет читать его в постели. Можно, конечно. Гореньким. Мне хочется успеть как можно больше. Нет, давайте попробуем. Привет. Очень рада оказаться здесь, как я уже говорила на свой сторис, что это была моя мечта детства. Я смотрела в 10 лет с макой, думала, когда-нибудь, когда я стану известной актрисой, я приду на передачу «Смак». А я все еще буду жив, да? Да-да, я об этом не думала, если честно. Про вас, я конкретно на вас не ориентировалась. Но раз уж так получилось. Мурган-то хотела, я все понял. Всегда мечтала снять у вас. Ну, давайте готовить пасту со строчителой сегодня. Что такое строчителой? Строчителой – это сыр. Еле когда-нибудь бурату. Конечно. Вот то, что внутри бураты. Это и строчителой. Это и строчителой, да. Ну, может быть, я не очень объяснила, но это так по-своему. Ну, такой дюле такой, чистый рожок такой. Не-не-не-не, это сливочный такой жирный сыр. Я никогда не думал, что бурата состоит еще из строчителы. Я думаю, что бурата – она есть бурата. Бурата – это внутренность бураты. А наружность бураты – это бурата. Это вот то, что вот… Шкурка. Да, со шкуркой – это бурата. А если вот отдельно от бураты, то это уже строчителла. Такая тонкая гранта. Давай проведем препарацию. Препаратак. Ну, вскроем бурату. Так, давайте. Нам же придется? Нет, у нас уже готовая строчителла есть. Потрошенная уже. Потрошенная бурата, да. Уже одни потроха бурата. Просто если не продается строчителла в магазине, то можно купить бурату и как бы ее использовать. Шкурки выбросить, конечно. Шутка. Шкурки съесть, шкурки съесть. Вот пока, пока готовится. Ну да, что-нибудь буду делать. Давайте. Давайте начнем с того, что мы будем варить макароны. Я в детстве немножко жила в Италии. И соус для пасты делается, пока мы варим макароны. То есть 8-7 минут. Давайте поставим воду. Я достану сейчас строчителлу, о которой мы так долго говорили. Старый итальянский секрет, вот, между прочим. Чтобы макароны были вкусными, на дно кастрюли кладется старый чеснокодавилка. И макароны пропитываются тончайшим ароматом чеснока, который долгие годы копился вот на этой довилке. Я ее искал, искал. Она лежит на дне кастрюли, понимаешь? Да, да, да. А скажите, что все ведутся, да, на вашей шуточке? Вот такие у меня просто интересно. Так, ладно. Значит, вот у нас строчителла. Строчителла. Помидоры. Я возьму у вас тут помидоры, да? Все для вас. Раз, два, три. Давайте возьмем два помидора. Возьмем чеснок. Вот, а на самом деле чеснокодавка, так она называется? Вот она нашлась, да. Она нам понадобится. Да, думаю, что да. Вы же сможете подавить чеснок. Конечно. Морально подавить. Только я хотел сказать. Не морально его подавить, а физически. А вот как к человеку, который некоторое время жил в Италии, вопрос на засыпку. Когда итальянцы, настоящие итальянцы, варят настоящую итальянскую пасту? Они добавляют в воду немножко оливкового масла? Обязательно, конечно. Да? А меня в Умбрии вы смеяли? Серьезно? Ага. Они говорят, вам что, масло не жалко, что ерундой занимаетесь? Кладите в воду и все. Я добавляю, но я добавляю как-то на автомате. Понятно. В общем... Но, смотрите, есть все-таки в этом какая-то логика. Потому что, когда добавляешь немножко масла, то макароны, они не склеиваются. И они дают... Я им это и сказал. А они, знаешь, сказали? Они сказали, что надо брать правильные макароны и вовремя сливать воду. Ну что же, это не главное в жизни. Ну, в общем, да. Главное, прям вкусно приготовить. А вот каким образом, это уже не важно. Победители не судят. Соглашусь. Поэтому наша задача сейчас сделать вкусно. А что мы будем делать с помидорами? Значит, помидоры мы должны порезать кубиками. Давайте я это буду делать. Вы займитесь чесноком. Ничего, что я вами команду. Да, это нормально. Я просто люблю немножко доминировать. В данном случае. Сейчас вы понимаете, о чем я. Так. Значит, мы режем помидоры. Вот в этих ручках вот такой нож смотрится очень эффектно. Серьезно? Да. Называется «Размер» имеет значение. Я вот сейчас ехала, вспоминала прекрасный фильм «Дом солнца». Пойдет? Да, давайте. Вспоминала прекрасный фильм «Дом солнца» Игоря Ивановича. Да. Где я играла бабу Беду. Помните, там был такой персонаж «Радиопират» «Баба Беда». Ой, конечно, помню. Да, 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 да. У которого папа был большой начальник. Да, 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 да. И ее мама, КГБшница, искала на самом деле ее. Вот. И я помню прекрасный там эпизод, где ваш сын играл вас в молодости и пел «Сегодня самый лучший день». Это замечательная сцена. Невероятное вообще кино потрясающее. Кино трогательное. Кино очень хорошее. Вот, чесночок раздавился, а теперь его вот так вот чуть-чуть. Я просто думаю, вот мы начинаем смотреть, что у нас с вами есть общего. А больше негде с ним не пересекались по фильмам, да. А мы должны были сниматься с ним в каком-то большом кино, которое в последний момент закрылось. Да, да, да. Сейчас много чего закрылось. Мы с вами вместе и поступали. И мы знакомы лет с 12, наверное, на самом деле. У нас же была какая компания? Сын Гарика. Саня Королев, Никита Ефремов. Я, Митя, Горевой брат мой. И так вот мы и шли долго. По одному пути. Потом все в разные институты, правда, поступили. Кто куда. Но это было забавно. Так, а у вас как дела? У нас ждем, когда взойдет солнце. Так. У вас хорошо очень получается. Ждем, потому что очень же хочется концерт играть. Да? Да, мы пластинку записали, мы выпустили. И я понял, что мы все-таки концертная группа. Да? Да, мы кайф получаем от концерта. Пластинка все хорошо, а вот кайф от концерта. Концерты пока в сильно урезанном положении. Ну вот так, нормально? О, роскошно. Ну вот. Я, кстати, никогда не была у вас на концерте. Придется сейчас к вам напроситься на концерт. Все впереди. Как минимум, кстати, можно прийти в джем-клуб. Там, правда, джаз, а не машина времени. А джаз я вот люблю очень сильно. Буду страшно рад. С рейтинга 11. Расписание на сайте на месяц вперед. Давайте зажжем вот эту плиту и добавим туда оливковое масло и чеснока. Минуточку. Так, и макароны, макароны. Макароны, макароны, нитка к нитке тянется. Так, вот макароны. Пошла? Ой. Не буду убираться. Я сразу все забываю мусорить. Я забываю все выбрасываю. Вы ведущим, вы должны меня что-то спрашиваете. Ну, здесь еще вопрос. Сама рассказывай. Я рассказываю. Да, вот очень хорошо. Я же неделю гулял. Мне сейчас тяжело. Ну, может, вам похмелиться? Ничего. Не надо. Это провокация. Ну, в смысле провокация. У вас надо как-то раскачивать. А потом я никогда не пью в одиночестве. Вырежут наши передачи. Как неизвестно. Как неизвестно. Не выпивайте вообще. Это очень странный слух. Да? Очень приятный. А почему вы отказались? Вы знаете, я действительно стараюсь избегать алкоголя. Удается? А, да. Удается? И сейчас удается. А сейчас? Алкоголе удается. Лимон сейчас избегает. Вы хотите пить? Просто мне кажется, что стоит иногда пробовать как-то вот пожить без алкоголя. Какой-то эксперимент. Потому что потом уже будет поздно. Потом уже точно надо будет пить. После 40. Уже потом все. Ну, что? Я это воспринимаю как интригент. Жизнь данную мне. Скажите, есть жизнь после 50? Есть жизнь, пока не сдохнешь. В некоторых и после 90. Солим? Давайте. Посолим немножко, конечно. Вот как вы все медленно, размеренно делаете? Медленно? Нет, нет, нет. Ну вот у меня просто проблема. Я, например, все очень быстро делаю. Это пройдет. И меня вот учат делать медленно, чтобы не торопиться. Потому что я все время тороплюсь. Мне тоже достать. Я тоже не, не, не. Все в сравнении. Я тоже достаточно суетливый человек. А вот что это такое, суетливость человека? У меня это, я скажу, что у меня просто жалко уходящего времени. Мне хочется успеть как можно больше за тот же отрезок. Больше увидеть. Раньше поехать куда-то. Да, 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 да. Ну, такие отлично. То есть у вас точно такая же история, как у меня. И как вы с этим боретесь? С возрастом просто оно становится, да? Никак не борюсь. Нет, просто некоторые это терпят. Некоторые не переночат. Ну, что с этим бороться? Если это суть такая... Пусть у нас выкипит вода. Вижу, конечно. Да, потому что должен быть соус. Соус вообще можно покупать нарезанные помидоры уже такие. Но я все-таки предпочитаю свежие. Потому что это намного лучше. Мы на две порции же правильно делаем нам с вами? Вроде бы нас двое. Вроде бы нас двое, но здесь как бы есть еще люди. Ну ладно. Перебьются. Огурцов поедет. Огурцов поедет, да. Уже сожрали. У меня вышла книжка, которая называется «Ешь искусство». А ешь искусство – это невероятные факты о еде. Вот давайте откроем сразу факты. Судя по обложке, это порнуха чистая, нет? Да, это порнфуд. Знаете, что такое порнфуд? Это сейчас новое движение. Я боюсь подумать. Это когда еда сфотографирована и снята так, что это немножко неприлично. Например, клубника, да? Клубника. Вроде просто клубника, но она водит на какие-то мысли другие. Кабачок. О, папайя. Твои родители знают, чем ты занимаешься, да? Вот помидор. Смотрите, это я в себя стреляю в голову, в помидор. И факты о помидоре. Давайте прочитаем факты о помидоре из моей книги. А кто бы мог подумать, что слово помидор пришло к нам из итальянского языка помидоро в значении золотой яблоко. Верно. Помидоры помогают дозревать другим продуктам из обыделения этилена. В общем, эта книга, тут факты о еде, фотографии еды, которую мы, значит, сами с нашей командой делали. Я думаю, что вам будет любопытно почитать. Спасибо. Я такие книжки люблю. Да. Это буквально месяц назад вышло. Несмотря на ярко выраженный эротический подтекст, а почему нет, собственно? А порнфуд, на самом деле, сейчас очень такое интересное движение. У меня вот проект Ешь Искусство. Это видео-арт на тему еды. Я вам как-нибудь скину ссылочку. Какими вы недетскими вещами-то занимаетесь? Я уже 31 год, Андрей Вадимович. Недетскими вещами занимаюсь. Извините, пожалуйста. 31 год, уже двое детей у меня. Вы просто очень молодо выглядите. А, серьезно? Да, это хорошо, конечно. Я сделал неумелые, неловкие комплименты. Так, у нас закипела вода, мы кидаем туда макарошки. А это такие, это не спагетти. Не спагетти, а я пене люблю больше. Пене, пене. Да? Ничего же страшного. Это у нас назывались рожки. Рожки, да. Рожки, да? У вас советское время. Ну, конечно. У нас были рожки и ушки. У своих. Из них делали макароны по-флотски. Вы мне расскажите, как правильно питаться? Какую бы формулу вот с высоты вашего возраста, мудрости вывели относительно питания? Есть, что хотите. Почему вы точно не едите никогда? То, что я не люблю. А что вы не любите? Молоко с пенками. Так. Вот то, чем в детстве пичкали. Вот то не люблю. Каши всякие не люблю. Хотя есть могу все, что угодно. Вообще надо получать от еды радость и не заставлять себя. Вот не обжираться тоже желательно. Но когда доставляешь себя радость, не обожраться трудно. Здесь вот дуализм. А вот на ночь едите? Нет. Редко. Отучил себя. Отучили себя. Вот это важно очень. Знаешь как? Если сидишь с друзьями, да? Надо как следует выпить и закусить. А потом уже просто выпивать. А, уже не закусывалось. Последние пару часов можно уже не закусывать. И все счастливы. Ага. Прекрасно. А на завтрак что любите есть? Иногда вообще ничего. Иногда кофе. С лимонной дольчикой. О, как я еще не знала. Вот маргаладочка такая есть, да. Иногда ишинка. А, с лимонной дольчикой мармеладочкой? Да, да, да. Иногда ишинка. Ишинка. С помидорами тоже, наверное. С помидорами обязательно. Почему у нас не уходит? Не выкипает вода. Мы можем уже сделать. Пинуточку. Сейчас выйдет за секунду. Смотри. Давайте. Мы просто поменяем местами. Да, вот я хотела вам предложить. Не знала, как намекнуть. Не надо стесняться. Это как в песне Ивана Дорна. Не надо стесняться. А вот скажите, кто вам из современных музыкантов нравится? Вы же, наверное, там наблюдаете на том, что происходит на сцене, на поп-сцене. Я не классифицирую музыкантов по степени и к современности. Я по степени и к качеству. Ну и кто вам нравится из молодых? Особенно никто. Никто? Ну, я могу сказать, что я, может, не очень хорошо знаю. Но вы вообще интересуетесь? Вот я, например, у Константина Кинчева недавно была в гостях. Он и фейса нам ставил. И там вообще разных рэперов. И я была удивлена, что Константин Евгеньевич знает этих исполнителей, музыкантов, эти песни. Даже ему что-то нравится. А вот у вас такая тема. Я знаю массу музыкантов, которые мне нравятся. Они будут из 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 80-х. То есть вы такой олдскульный. Я не считаю, что потом произошла какая-то революция. Серьезно? То есть вообще никто из современных музыкантов... Нет, рэп, наверное, был революцией. Но это не моя революция. Я как-то без этого существую. Испортил это настроение? Нет, нет, нет. Я просто... Просто... А теперь чеснок сейчас пойдет. Давайте чеснок, да, точно. Давайте сделаем чуть-чуть поменьше огонь. Сейчас я сделаю. А у вас внуки, да? Есть. Довольно большие. Большие? Да. А вот как вот отношение к детям и к внукам разное, да, ведь абсолютно? Это как будто бы вот твои, но не твои. Я вижу, они живут в Соединенных Штатах. Мало того, они там родились, поэтому... О, понятно. Понятно. Ну, хорошо. Но они меня все равно Дэд зовут. Дэд? Ну, папа. А английский язык? Дэдинг, да? Да, они как раз только English and Stitcher. Тотали. Да. Обалдеть. И все равно давайте теперь поменяем обратно местами. Ладно. Простите. Так у нас нормально, это такое манипулирование. Надо сжечь калории, прежде чем съесть пасту. А видите, у нее какая-то паническая атака. Ну, дуркует она, да. А что с ней? Ничего она дуркует. Ну, огонь-то есть, нормально. Да? Хорошо. Ну, конечно, кипит. Ну, что, надо еще чуть-чуть минутку подожрать, пока чесночок у нас там схватится. А перчика мы добавим туда? Чили, давайте. Чили. Давайте. Давайте чили, чтобы она у нас была остренькая. Я люблю очень острая. Хоть мне и нельзя. Говорят, не очень полезно это. Это очень полезно. Очень полезно. Чили, страшное количество витамина С. Да? Да. Серьезно? Я не знаю. Вообще, в перце. Красный. Замечательно. А вот, знаете, что говорят, что если резать вдоль красный перец, он будет острее, чем если вот так вот. Мне мой сын демонстрировал. Вот так откусываешь. Остро. Вот так откусываешь, не остро. Я не могу это объяснить. Да? Ага. О, чувствуете, как запахло? Так, дай-ка я попробую пасту, а? Давайте. Я тут недавно научилась сама еще макароны делать. Телли-телли. При помощи вот этой машинки. Очень, кстати, вкусно. Ручной каталки такой. Да, 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 да. Ой, как приятно своими руками делать. Потому что в еде же энергия, когда готовишь. Моя жена раскатывает тесто, потом режет ручной вот это так и вешает на специальную сушилку. Ой, это вообще супер. Как вам повезло с женой? Ой, это правда. Я вот тоже очень много готовлю. У меня, конечно, семья очень рада, что я готовлю. И вот для них все равно самая... Вот эта паста, это самая любимая паста моего сына, которому 12 лет. Представляете? 12 лет вот такой вот у меня сын. Балуете вы его? Да. Так, начинаю чуть-чуть уже подгорать. Давайте добавляем строчителлу. Вот так вот мы ее добавляем. Может быть, я много добавила? Ничего, ничего много не бывает? Сейчас я вот так вот. Подождите. Оно должно быть розового цвета и не сильно... Потому что иначе у нас пропадет пустоматов. И базилик у нас есть. Обязательно. Мы его нарвем в тарелку, верно? Да, нарвем в тарелку. Ну вот все, соус готов. Зелень. Вот, давайте зеленый возьмем. Ой, какой прекрасный базилик. Да, он нормальный. Базилик, базилик. Вы знаете, что базилик меня научили? Что он очень капризный. Самое капризное растение. Его нельзя хранить вместе с другой зеленью. Я знаю. Это во-первых. А во-вторых, его нельзя резать. Щипать. Да, его надо... Мне вот расскажешь, что если хотите порезать базилик, надо его вот так вот скатать. Я добавляю немножко соли, видишь? Вот так вот скатать. И только потом резать. Но мы резать его не будем. А я просто рву листочки эти руками. Все. А что там с макаронами? Кто у нас, соответственно, за макароны? Беру дюльшлаг. И вот пока бодилик. Все-таки хорошо готовить в паре, да, скажите? Ой, да вообще все хорошо делать в паре. Вместе весело шагать по простору. Ну что, обратно? Конечно. Или сразу в сковороду? Вот, чтобы я поставлю, вот, оба еще. Да. Теперь можно и в сковородку. Нет, а давайте вот так вот прям, чтобы я это... Чуть воды. Оп-оп-оп-оп, и хватит-хватит. Чуть-то на двоих-то? Да, вот так вот. Ну ладно. Все. Чтобы соуса было больше. И прямо, чтобы оно там плавало в соусе, видите? И мы еще соус не посолили, поэтому сейчас надо досолить. Я немножко сейчас досоливал макароны, кстати. Макароны, это хорошо. А соус вообще не солили? Соус не солили, но сейчас мы будем солить. Так, так, так. Цвет роскошный. Цвет, да. Соль? Да. Макароны прям альденте получились, хорошая. Соль. А есть побольше такая... Ложка? Да. Ну или нормально. Должна быть такая специальная цыплявка даже, я знаю, о чем идет речь. Но было. Сейчас, 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 сейчас. Вот. О, отлично, да, это то, что я хотела. Прошу. Благодарю. Вот, значит, мы... Старочитала Карловна. Смотрите, как тянется сыр прям вообще. Да-да-да-да-да-да-да. Подбирать бессмысленно. Нет. Надо так с каждой волосиночкой замучиться. Угу. Так, ну да. В общем, порция. Порция. Так, это вам. Так. Прошу вас. Давайте украсим зеленью. Вообще, все дети любят макароны, поэтому вот такой рецепт, это беспроигрышный вариант. А вот удивительно, действительно, все дети любят макароны. А вот почему? Не объяснили. Когда вы думали об этом? Это как вот Макдональдс. Все дети любят Макдональдс. Почему? Две коронки получилось у вас. Теперь я представлю себе, что у вас в руке тоже бокал. Да. Чтобы я не выглядел таким. Я возьму чашку чая. Одиноким идиотом. Я возьму чашку чая и вот чокнусь с вами. Спасибо за прекрасную компанию, за науку, за эротическую книгу. Так. Можно будет читать ее в постели? Можно, конечно. Гореньким. Ну как он? Вот. Под современную музыку. Я все-таки хочу, чтобы вы послушали какие-то современные. Представляете, голова Макаревича, читающего эротическую кулинарию под дрэп. Круто. Ну а почему нет? Почему нет? Давайте попробуем. Поехали. Ох. Итак. Ну так. Это нежнейшее. Мне такое, что хочется. Что хочется? Черного перца? Да. Ничего не могу с собой сделать. А чилика хорошо раскрылся. Я совсем недавно узнал вот какую вещь. Я думал, что эта крышка, вот эта. Ее снимают, а дальше крутят. Да нифига. Крутят в крышку. А потом ее вот так вот снимают. Делают вот так. Да ладно. Да? Это как, знаете, как я недавно узнала, что киндер сюрприз желтый. Что макать с куколки внутри? Нет. Знаете, что это символизирует яйцо? Что это желток, оказывается? Я недавно это узнала. Да. Что киндер сюрприз, что это яйцо, а вот то, что внутри, это желтого, и там как будто бы цыпленок подарочек. Рождается. Рождается. Ну, это мне приходило в голову как раз. А вот это вот как сахар надо открывать, вот эти вот. А, да. Да, да, да. Это же все про это. А вот как открывать вот эти такие таблеточки со сливками для кофе, я не знаю до сих пор. У меня все на груди всегда. Ну, вот это открываешь, и все на тебя брызгает. А я пиво научилась открывать недавно. Так. Зажигалкой. А вино? А вино вот пальцем? Да чем вольно? Или вот так вот тын-тын-тын-тын. Я просто ловлю на слове. Нет, пиво я могу открыть прям легко. А вино просто штопором. Ага. Ну, не пьешь. Ну, и пока я не пью, ну подождите. У меня небольшой детокс. А сегодня? Небольшой детокс пока что. Ладно. Ой, как вкусно. Сама себе не похвалишь. Ребята, это правда вкусно. И располагает к душевной беседе. Но мы с вами как раз прощаемся. Блин. Ммм, не прощайте. За то, что вы мне подарили книжку, я вам хочу подарить наш старинный традиционный фартук. Пусть он служит вам верой и правой. Ой, я пользуюсь случаем передаю привет своему дедушке, который любит очень вашу передачу. Я думаю, что этот фартук... Уйдет к нему. Уйдет к нему, и он будет в нем готовить свою любимую уху. А вы приходите за вторым. Спасибо большое. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok